Дума 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 Вот этот год заканчивается с тем, что у нас населения на 260 тысяч людей становится меньше. В чем дело? А в том, что рождаемость понижается. Не только не повышается, но она понижается. Почему? Да потому что социальные поддержки со стороны государства ничтожные. Мы недавно только рассматривали вопрос о многодетных семьях. Так вот, ребенок в многодетной семье получает поддержку от государства 1990 рублей в месяц, а содержание, питание, вернее, бездомной собаки в приюте обходится в 4,5 тысячи. Так кого наше правительство больше любит, бездомных собак или детей? Выходит бездомных собак. Так тогда на что надеется наш президент, наше правительство, чтобы была рождаемость, чтобы выходить в какую-то пятерку высокоразвитых стран? Нет, не попадаем ни по ВВП, ни по уровню жизни, ни по каким другим показателям. На рождаемость очень хорошо действует и тот показатель, как работает здравоохранение. Сегодня мы в мире по здравоохранению находимся на 120 месте. Когда же мы будем подниматься-то? Советский Союз был на одном из первых мест по уровню здравоохранения. Сегодня нет. И несмотря на то, что приоритетным проектом является именно здравоохранение сегодня, у нас в здравоохранении происходят просто чудеса. Сейчас идет массовое увольнение врачей и медперсонала. Медсестер превратили в уборщиц, сократили им оклады в два раза. Они подают заявление об уходе. Скорой помощи запретили вывозить людей в стационар только из-за того, чтобы сэкономить средства. А если они везут в стационар, то их наказывают рублем страховые компании. Это что такое за безобразие? Кто это придумал? Мы приглашали сюда министра здравоохранения, но она, к сожалению, или к счастью, не пришла, потому что ей здесь досталось бы достаточно много. Потому что вопросов набирается слишком много, потому что здравоохранение практически не работает. Сегодня к врачу, чтобы попасть на прием, нужно месяц. Для того, чтобы к детскому врачу попасть, не менее двух недель. Разве так работает здравоохранение? У нас медперсонал скорой помощи сократили на 5000 человек. Как же тогда быть? Но ведь такое положение и в народном образовании. У нас в детских садах сегодня воспитатели заставили исполнять обязанности нянь. Они теперь и горшки моют, и на стол накрывают, и кормят, и спать укладывают. Все одни и те же. Это что, экономия называется? Оптимизация? А куда же деваются деньги из бюджета? А деньги из бюджета? 8 триллионов загнали в фонд национального благосостояния. Куда отправили? В Центральный банк. А Центральный банк куда отправил? В золотовалютные резервы? На Запад. Так что наши бюджетные деньги сегодня работают на западную экономику, но не на свою социальную сферу. Так кто это делает? Это делает правительство. Так это правительство занимается вредительством или оно занимается руководством? Мы принимали бюджет, мы задавали эти вопросы. Почему наши деньги уплывают за границу, вместо того, чтобы работать здесь, внутри страны? Нет ответа на это. Потому что выполняют чье-то задание, но не работают по заданию нашего народа. У нас в этом году назрела, как никогда, экологическая катастрофа. Горят леса. 10 миллионов гектаров сгорело леса в этом году. И никому до этого дела не надо. Вот, сняли губернатора Левченко, как будто он был виноват по наводнению. Но, вы меня извините, а сегодня все неуправляемо. Лесами никто не управляет, потому что всех лесничих поувольняли. У нас сегодня гидрологические посты ликвидированы практически полностью. Идет затопление не только в Сибири, но и в европейской части. Тонут, горят. Это что за государство, в котором нет никакого управления? Зато чиновников сажают. 55 чиновников посадили за коррупционные сделки. Это что за государство? Это какое-то мафиозно-криминальное. Когда мы принимаем законы, мы смотрим, а на кого же, собственно, правительство сегодня работает? На олигархию. Пожалуйста, олигархам в первом чтении приняли закон, что если у олигарха отнимают по суду имущество за рубежом, то ему компенсируют из бюджета. Правда, приняли в первом чтении. Зато приняли во всех чтениях. Если олигарх за рубежом попадает под санкции, то он не платит налоги в бюджет. Приняли законы в этом году про олигархов, которые должны привезти деньги в наши два офшора на Дальнем Востоке и в Калининграде. Так их освободили от НДС, от всех налогов по ввозу имущества, по вывозу, по продаже. Они не платят налог на имущество, они не платят земельный налог, они не платят НДС, они не платят никаких налогов. Они что, бедные? Нет, они богатые. Так почему им такие привилегии, а народу 2% НДС прибавили, это значит цены поднялись. Мы сколько говорим, вопрос хотя бы пенсионеров избавить от капитального ремонта, ведь это же от 600 рублей до полутора тысяч доходит в месяц. При такой минимальной пенсии люди должны платить за капитальный ремонт, который они никогда не дождутся. А это вот налагается все на народ. ОДН, это с кадастровой стоимости налоги. Если имеешь козу, то плати патент на животноводство. Если имеешь огород, то плати патент на растениеводство. И это все, вот эти вот поборы, забирают у людей последние средства, не дают возможность жить нормально. Вот такова политика в этом году проводилась в государственной доле. Конечно, эта политика не улучшила положение наших людей и не сделала краше нашу страну. Мне, например, когда я выезжаю за границу, стыдно людям показываться на глазах, что такая богатейшая страна, как Россия, с природными ресурсами, с прекрасным талантливым народом превратилась в нищенку, в поверушку, которая зависит полностью от Запада и не может производить высокотехнологичную продукцию у себя на родине. Практически происходит дебилизация нашего общества, потому что народ выгоняется из сферы высоких технологий в самую низкую сферу, в няни, в таксисты, продавцы, куда угодно. И вот с этими таксистами-продавцами Путин собирается в пятерку самых развитых стран попасть? Нет, не попадет, потому что чудес не бывает. Нужно развивать здравоохранение, нужно развивать образование, нужно постигать все высокие технологии по опыту коммунистического Китая. Вот тогда наша страна будет заслуживать уважения и тогда будут заслуживать уважения и наше правительство. Сегодня они никакого уважения не заслуживают.